Когда я думаю о своей семье, я не только вспоминаю папу, маму, бабушку, я не помню деда. Вспоминаю моих тет, дядь, двоюродных братьев. Я вспоминаю моих детей. У меня есть внук. Каким я хочу видеть их будущее? Моих детей, моих внуков и, дай Бог, правнуков. В мире, где меняется все так быстро, что мы не успеваем увидеть будущее на самом деле, я бы, наверное, хотел бы, чтобы мои дети жили не просто в мире вседозволенности, где то, что считалось грехом в Писании и в Библии через Тору, могло бы стать частью ихнего бытия. Гендерная политика, которая сегодня так массировано проталкивается не только на просторах Украины, она проталкивается на просторах Европы, Америки, Южной или Северной. Вы знаете, это порог, он захватывает все больше и больше людей. Но что мы говорим о мире, когда у нас наша страна стоит под давлением выбора, выбора будущего. И я за семью. Я за семью, где есть мама, папа, а без мамы и папы не может быть детей. Я за то, чтобы мы были семьей. Мама, папа, я. Мы должны быть очень счастливы с семьей, потому что Тора учит нас об этом. Чтобы мы были едины в этом. Друзья, я приглашаю вас подписать или же усмотреть и посмотреть и углубиться в то, что сегодня проталкивает нас по закону. Посмотрите ссылки по YouTube и решите, какое будущее вы хотите иметь для своего ребенка, для своих внуков и правнуков. Будет я счастливый и чудесный самый, если рядом будут папа и мама. Буду я веселый, буду очень рада, если будут рядом с сестрем, как братом. А еще я буду бесконечно рада, если рядом дедушка и бабушка рядом. С тобой всех буду рада я, если будет рядом вся семья, вся моя семья.